МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Глы! Мы с вами находимся на берегу реки Ловоть Новгородской области. Непосредственно в холме, который был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. И теперь нам надо переправиться вот на ту сторону реки, чтобы подро бегать по полю, размахивать лопатами и пугать местных жителей. Посмотрим, что из этого получится. Ай да! Ура! Это прекрасный, не по это же слово, посуденный, который должен доставить нас на тот берег. А еще я порезал палец. С моей спиной на берегу этой чудодейственной реки отправляются первые скольчаки. Делайте ставки, господа, на полу, глядя, скидывающие его берега. Какое-то она бренная. Я думаю, украдена еще в году 70-м с какого-нибудь корабля. Этот спасательный плотик. У нее, смотри, бодрые идут. Возможно, боевые бобры встретят на том, где... Здорово, щеглы! Мы плывем через эту реку уже сами. Я, может, намашу веслами, потому что все остальные уже убежали искать немецких штык-ножей, кинжалы, а также разручную наградуху. Ну, а чем еще заниматься в лесу поисковику? Здорово, щеглы! Мы по-прежнему в Новгородской области, непосредственно рядом с городом Холмс. Мы накопали себе посуду. Всевозможные. Огромную кучу жбоней. Вот эта кастрюлька оказалась годной вполне для приготовления супчика, так как кто-то не взял котел. Продолжаем наше чудо-поиски. У нас есть определенные результаты. Куча тарелок и посуды. Куча тарелок, посуды и чудо-петелок, за который ребята, занимающиеся в Скандинавии, давно бы отдались, лет 20 назад. Но сейчас такие делают и современные кутицы. Здорово, щеглы! Мы ходим по этому полю и пытаемся найти хоть что-нибудь полезное для нашего музея. И вот первая удача. Дохлый басух. Сначала мы решили, что это енотовидная собака, потом, что это росомаха, а теперь мы решили, что это енотовидный барсук. Очень мощный и модный. Большой. К сожалению, погиб. Возможно, сейчас мы его похороним по-бустенькому. А может быть, мы его съедим. Но это... Голосуйте! Именно от вашего голоса зависит, что мы будем делать в дальнейшем. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего доброго! Здорово, щеглы! Тут вы видите, как семейный подряд ищет сокровища Третьего Рейха. Знаете почему? Потому что тут очень много капсул. И в этих капсулах просто все золото Рейха. Вон, видите? Естественно, янтарная комната тоже здесь. Вот одна капсула. Она ее уже нашла. Там под ней вторая капсула. Тут Евгений Валерьевич нашел кучу золотых слитков. Скоро, вы посмотрите на эту семью, они переедут жить во Францию. И там будут распродавать останки, остатки улиток, янтарных. В конце первой подходит к концу первый день в холме, а мы уже нарыли невозможных елдовин. Посмотрите, они большие, фактически огромные, так, как любят наш отряд. И самое интересное, они были наполнены отборнейшим ничем. Вернее, я вру, конечно же, землей. У них было столько землей, что приходилось выгребать ее лопатой. Спасибо товарищам немцам, которые нам совсем не товарищи. Здорово, щегури! Наконец-то вы поняли, откуда столько сил и энергии берется у местных жителей. Вода славянская элита с гадюкой. Только она наполняет местных жителей силами, чтобы копать местные и местные помойки. Ну и, конечно же, если за вашим храбром подкрался противник, боевой клубень. Боевой клубень и противника нет. Здорово, щегури! Мы с вами находимся практически в самом центре города Хлонг. Здесь прекрасное строение. И видно, что местные жители заняты основным видом деятельности. Сборг и урожай различного. А также просто веселяться. Они молодцы. Приношла к концу наша экспедиция. Здесь много всего интересного. Времени нам не хватает, как всегда, потому что надо работать обыкновенную, скучную работу. До встречи в следующих сериях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok